Приветствую! Проблема СЗЧ и сроков службы во время военного положения в Украине не нова, но сейчас она вышла на новый уровень и вывел ее не кто иной, как Сергей Гнездилов. Это военнослужащий ЗСУ, который публично ушел в СЗЧ, а теперь его обвиняют в дезертирстве. И суд уже избрал меру пресечения. Это содержание под стражей сроком на 60 дней, без права внесения залога. И вот об этой ситуации мы и поговорим. И мы разберемся с позицией Сергея, с позицией обвинения. Поговорим о том, чем СЗЧ отличается от дезертирства, а начнем мы с личности. И начнем с личности именно Сергея Гнездилова. Почему? Потому что это важно для понимания всей глубины проблемы. Итак, Сергей Гнездилов. Человек, который в 19 лет, в 2019 году идет в ЗСУ контрактником. То есть, это человек, которого ну уж точно нельзя назвать ухылянтом. Это человек, который добровольно пошел в армию. Причем пошел в армию в то время, когда мы уже знали, что может быть введено военное положение. А его вводили, напомню, впервые в 18 году. Когда был частично оккупирован Донецкий Луганск. Когда оккупирован Крым. То есть, когда, по сути, уже де-факто шли боевые действия между РФ и Украиной. И вот в это время этот человек идет в армию. Что однозначно может характеризовать его как человека-патриота, который шел защищать свою страну. Он идет на контракт. Контракт должен был закончиться в 1922 году. Ну, дальнейших планов мы его не знаем. И вот что происходит. Когда началось военное положение. Начались уже вот это полномасштабное вторжение. Естественно, контракт ему никто не дает расторгнуть. И получается, что он оказывается в армии без понимания, когда закончится срок его службы. Ну, вы понимаете, что на сегодняшний день вопрос о демобилизации в законодательстве не урегулирован. Ну, о демобилизации, которая привязана была к срокам. И человек, попадая туда, собственно говоря, на неопределенный срок там оказывается. Напомню, что были законопроекты, когда предлагалось демобилизировать людей там после 36 месяцев участия в боевых действиях и так далее. Но эти все правки, эти все законопроекты были отвергнуты. И сейчас такого нет. И вот, что мы можем сказать о личности Сергея. Это человек, который пришел защищать страну. И страна ему говорит, что сначала, что страна сказала, три года. И ты как бы дальше решаешь, что будешь делать, ты свободен. Но в итоге страна изменила условия. Немножко о личностях. О иронии. Еще раз. Сергей Гнездилов человек, который добровольцем пошел в ЗСУ. Его судят люди, которые имеют право на отсрочку. Да? Судья непризывной. Прокуратура непризывная. Полиция, которая занимается им. И ДБР тоже непризывные. Ну вот такая интересная ирония судьбы. Добровольца судят те, кто не участвует в боевых действиях. И, скорее всего, не будет участвовать. Но это такое, лирическое отступление. Позиция Сергея. Он не ушел со службы. Он говорит, я ухожу в СЗЧ до тех пор, пока государство не обратит внимания. И не установит четкие сроки службы. Когда она установит, я вернусь и продолжу, соответственно, службу. Продолжу защищать Украину. Вот его позиция. То есть он не отказывается от службы. Он готов служить. Но его смущает то, что нет никакой определенности. Потому что война уже идет два с половиной года. Горячая фаза войны. И понятно, что возникает вопрос. А что дальше там? А если три года? А если десять лет? Что? Его не отпустят? Да? С ним не расторгнут контракт? С точки зрения действующего законодательства? Нет, не расторгнут. Итак. Это его позиция. Какая позиция прокуратуры? Прокуратура выдвигает обвинение в дезертирстве. Вот тут надо разобраться, в чем же разница между СЗЧ и дезертирством. Разница в том, в цели. Когда мы говорим о дезертирстве, мы говорим об уклонении от воинской службы. То есть, человек покидает расположение части, либо не возвращается с больничного, не возвращается с отпуска с единственной целью уклониться от воинской службы. Когда мы говорим о СЗЧ, это когда человек, ну условно, вот знаете, как там говорили, в самоволку погулять ушел, да? Ушел и вернулся. Да, совершил правонарушение, но он вернулся, и он хочет продолжить воинскую службу. И вот Сергей Гнездилов заявил изначально, что он уходит именно в СЗЧ, и он не планирует уклоняться от воинской службы, а что он вернется обязательно на воинскую службу, как только государство скажет, какие сроки. Вот сколько ему еще нужно будет отслужить, прежде чем он сможет законно уволиться. Теперь с точки зрения санкции. СЗЧ в условиях военного времени предполагает от 5 до 10 лет лишения свободы, дезертирство от 5 до 12 лет. То есть, мы понимаем, дезертирство предполагает возможность получить срок на 2 года больше. На что я еще обратил внимание в этой ситуации? Вот совсем недавно мы с подписчиками моего телеграм-канала обсуждали такую себе юридическую математику. И мы смотрели решение суда, где люди, которые замешаны в коррупционных скандалах, получали залог. То есть, суд им устанавливал залог. И мы там как бы удивлялись, как это так, когда человеку инкриминируют там раскрадания на 900 миллионов, а залог устанавливают там 300 миллионов. Вот как так? Ну и выгодно получается. Так вот, хочу обратить ваше внимание, что в этой ситуации Сергею Гнездилову не дали возможность выйти под залог. То есть, ему установили 60 дней без возможности внесения залога. Ну, тоже вот интересно, почему так? Тем более, вообще, какой смысл в этой санкции, вернее, в этой мере пресечения, в отношении человека, который публично уходил в СЗЧ и не скрывался от следствия? Ведь одно дело, когда человек может скрыться, да, и, скажем так, предыдущими действиями показывал, что он готов скрываться, то здесь человек, наоборот, своими действиями показывал, что он не готов скрываться. Он хочет вывести это все в публичное пространство. Ему избирают такую жесткую, достаточно, меру пресечения. Ну, вот интересно. Друзья, в любом случае, проблема, которую поднял Сергей, она огромная проблема. Она огромная проблема, и непонятно, возможно ли ее решить. Потому что, с одной стороны, безусловно, люди не могут воевать бесконечно. С другой стороны, понятно, государство не хочет отпускать этих людей, потому что эти люди, это же наиболее опытные воины. И если их отпустить, да, то новобранцами их заменить просто невозможно. Будем следить за развитием событий вокруг этой ситуации, и постараюсь вас информировать об этом. Ну, а на этом у меня все. Я традиционно вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok